Вы слушаете канал жаж.клаб, Йортген Восточной Фрисландии. До 1870-х годов Германия не имела общей денежной системы. На протяжении многих столетий на немецких землях существовало более 20 государств и княжеств, обладавшими разными видами денежных систем. К примеру, возьмем белоную монету под названием «Йортген, Княжество Восточная Фрисландия». Этот денежный знак мелкого номинала, равный 1 четвертой части Стюбера, широко был распространен в 1654-1744 годах на землях побережья Северного моря, где жили фрисланцы или фризы, принадлежащие к нижнегерманским народам. Нумизматы относят Йортген к категории монет – рейха. Да-да, именно так. При упоминании этого слова сразу же на ум приходит словосочетание – гитлеровская Германия. Но лучше будет вспомнить другие известные слова – «тысячелетний рейх», который подразумевает и Второй рейх, и Первый рейх. Рейх – это, проще сказать, совокупность земельных мелких владений, находящихся под руководством главной власти большего порядка, империи, державы. Время Первого рейха насчитывает почти девять столетий. Фундаментом его являлась Германия под названием «Священная Римская империя германской нации». Кстати, Рим входил в состав этой империи небольшой исторический срок. Субъектами империи были в свое время княжество, герцогство, аббатство, вольные города. Их денежные системы в то время основывались на серебре, серебряный монометаллизм, были исключения, вольный город бремен обладал золотым таллером. Потом появился биметаллизм. Государства стали выпускать луидоры, дукаты, фридрихсдоры, пистоли как из серебра, так и золота. Стоимость между этими металлами устанавливал рынок под контролем феодального государства. Но что интересно, упомянутое восточно-фрисландское княжество не являлось феодальным государством. Княжество Восточная Фрисландия относилось к крестьянской республике, хотя правил князь. Невероятно, но факт. На фрисландских землях до самого позднего средневековья так и не сложились феодальные отношения. На землях проживали крестьяне-фризы, не было ни сеньоров, ни серважей, ни рыцарей. Прибрежные крестьяне проживали и сами собой управляли, и так на протяжении многих веков. Свой общественный строй они называли «фрисской свободой». Их окружали воинственные соседи, которые не прочь были «бесхозные» земли присоединить к своим княжествам. Но воевать, особенно конницей, в этих болотистых местах было крайне тяжело. Да и сами фрисландские крестьяне знали толк в стальном мече и скорострельном арбалете. Фрисскую свободу признавали в Священной Римской империи. Она не была «дикой». Крестьянская республика строила каменные монастыри, вокруг которых появлялись городки. Фрисландцы занимались морской торговлей, чеканили свои деньги. Их белонные йортгены вместе с рыбой и сельскими продуктами попадали из Северного в Балтийское море. А в начале XVIII века йортген достиг российского Санкт-Петербурга. Эта мелкая фрисская монета оказалась в руках самодержца Петра I и пополнила его нумизматическую коллекцию, найдя в ней достойное место. Белонный йортген фрисской свободы в наши дни можно приобрести для своего монетного собрания за 30-50 евро. Интересный с исторической точки зрения денежный знак. Особенно когда читаешь с помощью увеличительного стекла надпись на его поверхности. Продолжение истории читайте на сайте jah.club.